Россия будет свободной, сказал оппозиционный политик Владимир Карамурза после того, как ему вынесли приговор 25 лет лишения свободы. Его признали виновным по статьям о госизмене, фейках о российской армии и об участии в нежелательной организации. Но даже за убийство в России можно получить меньше срок. Вряд ли этот максимум можно было назначить, если следовать букве закона, Владимиру, который является отцом трех детей. Что является смягчающим обстоятельством. Это максимум. То есть, состоится впечатление, что если бы можно было назначить больше, назначили бы больше. Больше – это смертная казнь, о которой недавно заговорили в Российской Госдуме. Депутат Андрей Колесник в комментарии российским СМИ предложил отменить мораторий на смертную казнь и сделать ее наказанием за предательство Родины. Эксперты уверены, это вполне реально в нынешней России. Власть сейчас, как наркоман, который увеличивает дозу. Вот нынешняя доза не работает. Надо играть на повышение. Надо увеличивать ее для того, чтобы производить эффект. Отсюда всякие инициативы об ужесточении законодательства. Об ужесточении наказания за те преступления, за которые раньше давали от 12 до 20 лет. Давайте давать пожизненное, а потом еще и смертная казнь. Конституционный суд может вынести новое решение, в котором согласится с тем, что вот в нынешних условиях смертная казнь в качестве исключительной меры может все-таки применяться. Все достаточно просто здесь. Каждый орган встроен в систему, которая плодит страх. Но и бессмертной казни у Кремля хватает инструментов для террора собственных граждан. В 2022 году суды в России оштрафовали граждан на более чем 151 миллион рублей по протоколам о дискредитации армии Российской Федерации, пишет издание «Медиазона». За военные фейки осуждены 14 человек. А еще одного фигуранта такого дела направили на принудительное лечение, психиатрическую клинику, сообщать сетевые свободы со ссылкой на данные Верховного суда Российской Федерации. В нынешнем году ситуация не стала лучше. За любое несогласие с политикой Кремля в России следует наказание. В пользу случая не могу пройти мимо. Пытался отогнать от себя это дело. Не знаю, не смог. Не пойму почему. Все остальное получилось почему-то. А это дело Маши Вускалевой. Это заявление сделал вокалист российской группы «Наив» Александр Иванов на концерте в Москве. Но после упоминания скандального дела девочки, которая в прошлом году нарисовала антивоенный рисунок, за который теперь судят ее отца, группе отменили концерт в Перми. А их концерт в Санкт-Петербурге перенесли на год. Жительницу Казани Гулию Мухамедзянову оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Таковой, по мнению полиции суда, стал плакат «Хватит, блин, молчать». Новосибирский областной суд оставил в силе штраф в 70 тысяч рублей бывшему главе Союза украинцев Сибири Сергею Ивашенко. В декабре прошлого года его признали виновным по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России в интернете. За твиты Сибирь должна сбросить с себя оковы позорной колониальной зависимости от Московии. Эксперты утверждают, подобная политика репрессий Кремля направлена не только на устрашение собственного народа, но и на отвлечение внимания от внутренних проблем. Постоянно создается образ врага. И чем больше этот образ врага создается, тем больше они могут захотеть, все-таки, наконец, какого-то этого особенно уже раскрашенного врага и публично лишить жизни. Им может показаться, что такой способ позволит одновременно и напугать население, и для кого-то это будет несчастье, для какой-то части возможный патриотический подъем. И для достижения подобного эффекта Кремль будет усиливать политику репрессий внутри России. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom.